Возить электромобили в Беларусь станет проще. Появятся дополнительные льготы, которые освобождают юрлиц от уплаты налога на добавленную стоимость. Эта мера действует и для организаций, производителей зелёных машин при ввозе автокомпонентов для них. Указ призван простимулировать использование электрокаров и развитие зарядной инфраструктуры. В Беларуси за неделю зарегистрировали около 130 гололёдных и холодовых травм. Больше всего пострадавших в Гродненской и Минской областях. Потенциально опасные места – ступеньки подъездов и подземных переходов, остановки и горки, в том числе детские. Если ушибы избежать не удалось, обратитесь в ближайший травмблуд. Лесхозы Беларуси с начала года отгрузили населению свыше 1 миллиона кубометров дров. Это на 19% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Высокий спрос наблюдался в Минской и Гумельской областях. Поставки продолжаются и сегодня. С начала ноября только лесхозы обеспечили сырьем почти 17 тысяч семей. Срок действия документов продлевается еще на полгода. На протяжении шести месяцев беларусы могут обратиться за новыми справками в удобное для них время. Например, если срок действия паспорта истекает 1 декабря и ранее не был продлен, то он автоматически действует до 1 июня 2022. Желтый уровень опасности объявлен в Беларуси из ожидаемой гололедицы. В ГАИ рекомендуют выбирать сдержанный стиль вождения, избегать выезда на полосу встречного движения, резких разгонов и торможений. Все автомобили необходимо переобуть до 1 декабря. В целях безопасности лучше не дожидаться календарной зимы и заменить резину уже сейчас. Субтитры создавал DimaTorzok